МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. С главными событиями понедельника и минувших выходных вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Развитие туризма. Масштабный гостевой маршрут свяжет 14 регионов округа. До учебы с ветерком. В Чебоктарском парке школьных автобусов пополнение. Лучший на паркете. В столице республики прошел кубок главы Чувашии по танцевальному спорту. В Москве состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова и главы Чувашии Михаила Игнатьева. Они обсудили проект индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской республики. Особое внимание было уделено повышению инвестиционной привлекательности, дальнейшему развитию сельского хозяйства и промышленного потенциала региона. Речь идет о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности предприятий Чувашии, создании инжинирингового центра по разработке оборудования для нужд оборонно-промышленного комплекса, частных индустриальных парков на базе неиспользуемых промышленных площадок. Обсуждалось создание территории опережающего социально-экономического развития в Новочебоксарске, испытательного центра электротехнического оборудования для атомной энергетики и многое другое. Денис Мантуров в целом одобрил проект программы и внес ряд предложений. После доработки документ будет вынесен на рассмотрение председателя российского правительства Дмитрия Медведева. Все 14 регионов округа свяжут Великий Волжский путь. Этот туристический проект поддержан полномоченным представителем президента ПФО. Развитие масштабного гостевого маршрута – ключевая тема прошедшего в Казани Совета главсубъектов. С подробностями Дмитрий Ковалев. В семидневный круиз по реке предметное знакомство с достопримечательностями при Волжье. У окружного проекта потенциал большой. География туров в перспективе будет расширяться до Москвы и Санкт-Петербурга. Я сегодня уже предложила включить этот маршрут в национальные брендовые маршруты. Над этим проектом мы сейчас работаем. И проект будет поддержан в рамках маркетинговой стратегии, стратегии продвижения. Это будет отдельная стратегия, над которой сейчас Ростуризм работает. Сегодня обратили пристальное внимание на этот проект. Я думаю, что у нас такой будет прям отдельный мини-план действий в части его дальнейшего продвижения. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ставит задачу многократного увеличения отдачи, социально-экономической отдачи от туризма. И он акцентировал внимание на то, что туризм это такой многосторонний, имеет значение как и для развития кругозора, так и для создания новых рабочих мест. В рамках масштабного проекта все крупные города округа должны становиться хабами для туристов и предлагать гостям культурную программу. Глава республики отметил, что рекреационный кластер «Этническая Чувашия» станет одним из пунктов маршрута Великого Волжского пути. По программе «Этническая Чувашия» сейчас город Чебоксары Чувашия вошла в проект «Сердце Волги», и тем самым мы, дополнительно привлекая средства, создадим еще наибольшие лучшие условия. Мариел, Чувашия, Татарстан, мы как три региона должны еще объединить свои усилия для того, чтобы был хороший, значимый результат для всех нас. Для развития подобных проектов и дальнейшего роста турпотока необходимы кардинальные меры. Так, глава Татарстана Рустам Мениханов предложил пересмотреть правила выдачи виз. Здесь нужны уже решения на федеральном уровне. Это электронные визы, точно вот решения, ну и безвизовый въезд для тех стран, которые как бы для нашей страны не представляют какой-то угрозы, опасности. По итогам заседания Совета «Великий Волжский путь» включили в стратегию развития туризма страны. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Казани. Всемирная неделя космоса началась в Чувашии. Старт познавательно-развлекательной программе дали в Кадетском корпусе имени Кочетова. Этот рыжий лисенок – творение школьницы из Ямала-Ненецкого автономного округа. Герой сказки о маленьком принце Экзюпери стал талисманом Всемирной недели космоса. Каролина Туранская смастерила его за четыре дня. Маленький принц в конце влетел к своей розе, а на Земле остался его друг Лис. Я так подумала, наверняка ему хочется тоже полететь в космос, увидеть своего друга, принца. И вот это сподвигло меня создать именно Лиса. Чувашия не случайно выбрана местом проведения космической недели. Три космонавта Советского Союза и России – уроженцы нашей республики. Совсем недавно Чувашия отмечала 90-летие со дня рождения Андреяна Николаева. Первый человек, который был в космосе – это наш Юрий Алексеевич Гагарин. Вторым был Герман Степанович Титов. Но они летали короче и были пристегнуты. И первый, кто отстегнулся и почувствовал эту невесомость – это был как раз Андреан Николаев. Участники из 15 регионов России приехали в столицу Чувашии. За неделю они должны разработать проекты. Работа кипит в шести лабораториях. Уже завтра участники представят свои предложения экспертам. Самое главное, у нас есть возможность для того, чтобы наших школьников и представителей других регионов приобрести тем современным космическим технологиям, которые можно использовать и в образовательном процессе, но и самое главное – на уровне школьного образования погружать в будущую профессию. В плане посещения мемориального комплекса «Шоршелла» на родине дважды Героя Советского Союза Андреана Николаева. Юлия Важенина, Анжелика Иванова, Игорь Зверев, Республика. Ежегодная акция «Сохраним лес» проходит сейчас в Республике. После пожаров 2010 года, когда на территории Чебоксарского лесничества выгорело более 10 тысяч гектаров, восстановлено больше половины. В этом году старт акции дали 27 сентября. Тогда в музей-саду в Чебоксарском районе посадили 100 деревьев. Основные мероприятия проходят в Заволжье. Там по выходным на участках, которые выгорели, высаживают сеянцы сосны. Всего с 2011 года в ходе массовых экологических акций высажено около 1 миллиона 900 тысяч деревьев на площади 718 гектар. Сохранение лесов определено одним из приоритетных направлений национального проекта «Экология». Присоединиться к акции можно будет в предстоящую субботу, 12 октября. На этот день запланирована очередная массовая посадка деревьев в Заволжье. Земля раздора. Это участок под поселком Ишлее. Его судьба еще до конца не решена, но местных жителей почему-то настраивают против якобы иностранных инвесторов. Большинство пришедших на митинг так и не разобрались до конца, против чего они голосуют. Опять звучат слова. Китайские инвесторы, продажа земель, нарушенная экология. Хотя никто в глаза даже не видел документов по этому поводу. Мы предаем Россию, будущей России, независимость государства, концивилизации в руки, в руки настолько высокоорганизованного, сплоченного, целеустремленного народа, который по истечении немногих лет нас берет с лица земли. Факты же говорят о другом. На сегодня известно только, что земля под Ишлееме распоряжением кабинета министров переведена в категорию промышленных. Употребляют тем, что есть у нас взаимодействие с китайской страной. Мы все это знаем, это по всей России, у нас в республике. Но пока сегодня конкретно факт, что там именно будет такое производство с китайцами, у нас таких фактов нет, у нас таких обращений нет. Но пока к нам в администрации никаких документов, обращений по этому вопросу не поступало. Никаких эскизных проектов и других проектов мы не видели. Поэтому, когда все это будет, мы получим такие документы, мы, конечно, с населением проведем соответствующую работу и будет вопрос двигаться дальше. Желание сменить статус земельного участка изъявил собственник. И это его право. Жители пытались оспорить распоряжение правительства, но Верховный суд Чувашии признал иск необоснованным. Этого по решению кабинета министров не было бы, если бы более изъявлений органов местного самоуправления, депутатов и населения не произошло. Все это прекрасно понимают. По закону органы местного самоуправления должны провести публичные слушания и обсудить проект дальнейшего использования земли. Поэтому слушания, которые так требовали на митинге, в любом случае состоятся. К собственнику у муниципальных властей свои вопросы. К сожалению, как я уже сказал, этот собственник, он неэффективно использует земель. Практически последние годы не используется. Там уже половина заросла деревьями, половина кое-как они делали вид, что используют немножко. Там подхалик через год, можно сказать, вот так. Но сегодня нас это не устраивает. В запале страстей участники митинга даже не думают о том, что земля должна приносить доход. И получиться это может, если сюда придет инвестор. Хотел предложить людям раскрыть общую картину, почему инвестиции полезны нашей республике. Они полезны нам тем, что у нас появятся рабочие места, у нас доходы в бюджет. У нас люди, люди, семьи, где мужчины ездят на заработки далеко, в Москву, в Санкт-Петербург, в другие регионы, они будут иметь право, право зарабатывать такие же деньги здесь, на нашей земле. Проводя подобные митинги, они развитие республики топят. Это мое мнение. Они его топят, не дают развиться. И у меня складывается впечатление, что это просто политическая борьба. То есть о людях никто не думает, просто ведут политическую борьбу. Я пытался высказать, меня прогнали, микрофон отняли, говорят о демократии, о справедливости. Со мной уже несправедливо сейчас поступили. Если дадут землю под строительство завода нашим, я не против, почему бы и нет. Земля аж пока не решена. Мы на митинг собрались, мне кажется, вообще как-то для пустой траты времени, ничего не решили. На мой конкретный вопрос никто ничего не ответил. Я спросила, я говорю, а почему именно вы рассматриваете вот про китайцев? А если давайте рассмотрим сейчас на митинге наших. Мне ничего не ответили, отвернулись и ушли. Вот и вся история про то, как важно порой опираться на конкретные факты, а не слушать людей, зарабатывающих на подобных митингах, репутацию сомнительных правдолюбов. В Чебоксарском парке школьных автобусов пополнение. С октября в рейс вышел современный вместительный «Волгобас». В Новом городе в этом учебном году прибавилось учеников начальных классов. Большинство из них учатся в 33-й школе. Добираться ребятам не слишком удобно. При поддержке руководства республики проблему решили быстро. С 4 октября на маршрут «Новый город» 33-й школы вышел автобус большой вместимости «Волгобас». Рассчитанный на 42 человека. Первоклассников мы довозим уже с начала нового учебного года до школ. Сейчас появилась возможность подвозить большее число детей младшего возраста до школы. Новый автобус будет перевозить учащихся 33-й школы и заодно заезжать в 23-ю школу. За утро автобус совершит три рейса. На всей протяженности маршрута с детьми находится сопровождающий. Мы очень рады. Автобус приезжает прямо сзади дома. Очень удобно. Много дороги переходить не нужно. То, что у нас появился автобус такой большой, удобный для детей, это очень для нас удобно. Мы очень рады. Мы все успеваем. Необходимость перевозки вскоре отпадет сама собой. В 2020 году планируется открытие школы в микрорайоне «Новый город». Это будет самая большая школа в городе, рассчитанная на 1600 учеников. Транспортную поддержку получит и микрорайон «Садовый». С 10 октября два автобуса марки «ПАЗ» будут перевозить первоклашек до школ номер 12 и 64. Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика. Первомайскую школу в Цивильском районе ждет масштабная реконструкция. Это стало возможным благодаря новому указу главы Чувашии. Подробнее расскажет Рифат Фаткулин. Детские голоса сливаются с треском дерева. Школа 1971 года постройки переживает не лучшие времена. Капитального ремонта эти стены не видели никогда. По словам директора, поддерживать все это в хорошем состоянии старались собственными силами. Реставрации подлежат протекающие потолки, неровные полы и скрипящие двери. В планах полная замена электропроводки, установка современных светильников. Однако первым делом здесь наладят систему отопления. Вот эту синюю трубу, видите, это был отрезок, который, ну, зимой, так, 18-го года был совершен прорыв трубы. То есть мы срочно как бы ремонтировали, перекрывали воду, ремонтировали, пригласили специалистов. Вот такие вещи, в принципе, могут быть в любое время. Заодно и окна заменят, чтобы не бояться ветров и морозов. До сих пор здесь утепляют их по старинке. Школа хорошая, но ремонт, конечно, требуется, да. Пластиковые окна нужны, я думаю, потому что смотришь, мне очень приятно. Создать нормальные условия для учебы на селе – одна из целей указа главы. Стоимость работ, ну, примерно оцениваем пока предварительно 20 миллионов рублей. Вот это колоссальная сумма. Я думаю, вполне хватит для того, чтобы качественно отремонтировать школу и привести его в соответствии с сегодняшними требованиями эстетики, требованиями учащихся, ну и того, что требует самообразования. Первомайская школа – не единственная в районе, которую коснется капитальный ремонт. Планируем Ташкасинская школа, два дошкольных учреждений в городе Цивильске, поселку Опытный, а также наш муниципальный лагерь «Долзвездный», который нравится мальчишкам и девчонкам всей Чувашской республики. Когда вышел указ главы Чувашской республики, было первое совещание, которое провела глава нашего Цивильского района Григорьевич Николаев, определили самые главные обливые точки наших образовательных организаций. Педагоги и родители уверены – комфортные условия повысят успеваемость детей. Всего же на капремонт образовательных учреждений из бюджета республики на следующий год выделено 510 миллионов рублей. Рифат Фадколин, Бахтияр Вилиев, Республика. Процент сбора платежей за капитальный ремонт в Чувашии выше, чем в среднем по стране. Такие данные озвучил министр строительства республики после Всероссийского съезда региональных операторов в Уфе. На сегодняшний день в Российской Федерации складывается ситуация такая, что к капитальному ремонту доверия есть. Общий сбор средств по Российской Федерации, начиная с 2014 года, увеличился в последний год, порядка 95%. В Чувашии этот показатель достиг 96%. Также на съезде в Уфе обсудили реализацию программы по формированию комфортной городской среды. Все работы, связанные с укладкой асфальта в Чувашии, должны завершить до 15 октября. Соответствующее распоряжение дал подрядчикам республиканский Минстрой. О том, как в целом обстоят дела с уборочной кампанией, на еженедельном совещании правительства доложил министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов. На сегодня хозяйствам республики осталось убрать порядка 700 гектаров картофеля. Это около 13% в посевной площади. Уборка зерновых и зернобобовых завершена в 13 районах. Намолочено 712 тысяч тонн. Кукуруза на зерно в этом году поспела только в Урнарском районе. Там убрано 66 гектаров. В остальных районах кукурузу уберут на силос. В ритме вальса, румбы, посадобля и не только. В республике выбирали лучшие танцевальные пары. Более 1200 спортсменов приехали побороться за кубок главы Чуваши. Михаил Игнатьев, кстати, был в числе зрителей. Подробности у Дмитрия Ковалева. Считанные минуты на паркете и часы подготовки к турниру. Прически, макияж, яркие наряды. В этом виде спорта нет мелочей. А еще в танцах, уверяют ребята, крайне важны отношения в парах. Самое главное – понимать друг друга. Тимофей и Валерия – фавориты команды республики. Ребята уже становились чемпионами региона и сейчас настроены на новые победы. В паре мы танцуем где-то три года. Часто перед самим выходом подбадриваем друг друга словами, а в танце как бы уже там идет либо взгляд. Побороться за награды кубка главы республики приехали танцоры из десяти регионов. С каждым годом турнир становится все больше узнаваемым. Если раньше мы собирали ПФО ближайшие области, то на сегодняшний момент Москва, Московская область, Санкт-Петербург, где хотят обкатать свою программу. В программе турнира – самбо, румбо, посадобль, квикстол, ча-ча-ча. За день пары выходят на паркет до тридцати раз, постоянно сменяя наряды. Для победы необходимо выложиться на все сто и постараться не заработать штрафные баллы. Глава региона поблагодарил за работу тренерский состав и судей. Прекрасный вид спорта сегодня востребован. Здесь я хочу отметить на самом деле объективную, эффективную, результативную, профессиональную работу всех судей. Кубок главы республики дал старт танцевальному сезону. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату страны, который пройдет в конце октября. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Россияне, которые владеют недвижимостью, транспортными средствами или земельными участками, до 2 декабря должны заплатить налоги на имущество. О том, какие есть льготы, где узнать сумму налога и на что обратить внимание, чтобы не перевести деньги мошенникам, речь пойдет в программе «По существу». Смотрите сразу после новостей. А я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире Национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова